Мешает реклама, жми на крестик. Морской порт. Да, да, да. Где-то там. Ваши яйца уйдет. Доброго времени суток, дорогие подписчики, друзья и просто гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, конечно же. И это, естественно, продолжение очередного выпуска. Рандомный гайд. И посмотрим, что же у нас будет сегодня. Поможет нам в этом наш сайт. Так, сейчас куда-то я пропал. Так, и 79 монстров вы уже помните по стандарту. Сейчас мы сгенерируем то, что у нас получилось. 43. И сейчас сразу же и проверим, было ли у нас или нет. О, было 44. Дописываем 43. И сейчас я появлюсь. Секундочку. Выключу я нафиг уже этот браузер. Никому он не нужен. Оп, оп, оп. И мы пропали. Мы появились. Так, 43. И сейчас мы зайдем в коллекцию и по-быстренькому найдем этого монстрика. Я так понимаю, это как минимум 4 звезды. Там посмотрим. Возможно, даже 5 звезд. Так, как обычно, мы начинаем с кого? Естественно, с феи. И понеслась. Итак, вот мы и докатились до 43 номера. Да, рядом вот ведро у нас был. 4-х звездочный. Ну, здесь, естественно, из-за того, что он эвакнутый. И мы перейдем к фантомам. Ти фантом или как их там по-разному их называют. В принципе, шляпники. В общем, вы поняли, о ком я говорю. И имею в виду. И заведомо скажу, что каждый из представителей всего, всех классов, он что-то может и где-то в той-либо мере зарулит. Скажу так. Так, то есть, здесь нет какого-то там супер-мега-тнищи, либо наоборот топчика и тому подобное. То есть, эти персонажи, скажу так, более-менее сбалансированы. То есть, нет среди них какого-то там унылого Гея, которое нигде не заедет, не используется и так далее. Но, в принципе, решать вам. То есть, я буду обозревать, а вы там для себя делайте выводы некий. Так, естественно, персонаж атакующий и пробежимся по его скиллам. Первый скилл, в общем, наносит урон и станет с шансом 20%. Я не буду говорить по поводу прокачки, так как у меня их не было и я не прокачивал скиллы. Едем дальше. Ну, я так подозреваю, стан, шанс стана повышается. Смотрим дальше. Атакует с 30% бонусным крит, бонусом крит-удару, то есть крит-шанс, вы понимаете. И вводит врага в ступор при критическом ударе. Вот, в чем прикол, то есть этому персонажу можно собрать даже вот 70 крита. И если вы без лидерки, без какого-то там бафера на крит-шанс, то есть у него вторым скиллом догоняется 100% крита. Следовательно, второй скилл будет, ну, 100% критовать. Единственное, если вы там не будете бить по, там, стихии, то есть не в глаз, вы уже все эти приколы, я так понимаю, понимаете. Вот, понимаю, понимаете. Ладно, бред. Вот, и перейдем, естественно, к третьему скиллу. Увеличь эта пассивка, увеличивает силу атаки на 100%, если оставшееся здоровье наполнено больше, чем наполовину. Серьезно, и если по правде сказать, я вообще не понимал, как работает его пассивка до, ну, не то чтобы недавних времен, ну, первые, наверное, месяца 3-4 я, то есть часто его встречал, но я не знал, как работает его пассивка. Ну, знал, что, типа, там, класс атаку добавляет и тому подобное. То есть расскажу подробно, и, в принципе, это легко понять. Если у персонажа, неважно, сколько, кстати, хп, абсолютно неважно, там, 10 тысяч, 15, 50 тысяч вы ему сделаете хп, то есть если полоска больше половины, пассивка работает. Полоска меньше половины, пассивка перестает работать. Что дает пассивка? Пассивка дает от белого значения, это немаловажно, вы не думаете, что если у вас вот здесь, к примеру, там, 800, да, он у вас там 6-й, 6-ти звездочный, 40-й уровень, у вас, я просто не помню, сколько здесь у него атаки максимально, и здесь, допустим, у вас там плюс чуть бы не 3000, да, и вы думаете, опачки, нифига себе, плюс 100%, нет, нет, не надейтесь, но все-таки 100%, то есть это еще такой же белый показатель, и это, согласитесь, очень-таки немалый дамаг. Да, то есть, к примеру, когда у этого персонажа, то есть он фуловый, либо там у него больше половины хп, и здесь, к примеру, да, если у него там 900 атаки, то есть в сумме у него становится 1800, и плюс тот бонус, который вы там догнали какими-то рунами своими. И скажу так, кстати, так, перейдем к лидерке, ну, стойкость вы видите, лидерка не о чем, если честно, мало кому поможет, и не лучшая лидерка уж для арены, это точно. Тем более, он атакующий персонаж, ну, хотя где-то, возможно, если у вас нет получшей лидерки, понятное дело, что и эта лидерка заедет. Что скажу по поводу персонажа и по поводу рун. Руны на него лучшие будут, это все-таки фатал руны, так как чем больше атаки у него будет в сумме, тем сильнее он, естественно, жахнет. Это 100% инфа, и я думаю, вы со мной не поспорите. И скажу, почему лучше одеть ему фатал. Фатал это плюс 35% к атаке, да. Лучше, чем рейдж. Во-первых, рейдж на этапе, когда вы будете использовать этого персонажа как дд, основного дд джена, огненного фантома, рейджа у вас, скорее всего, не будет, так как нормальный рейдж, и вообще шанс хороших рун рейджа падает, естественно, на 10 этаже. Ну, хотя бы там 9, вы понимаете, просто шанс выше повышается. Можно, естественно, выбить и топовую руну на 6 этаже, но фармить 6 этаж, это такое, тем более некроманта. Уверяю вас, лучше на фармите какой-то очень хороший фатал на него, то есть побейте гиганта, я думаю, B10 на таком этапе вы уже сможете фармить. Если нет, то, ну, какой есть, такой и одевайте. По рунам скажу так, что все 3 стата ему можно одеть либо на атаку, либо, вот это один из персонажей, которому можно в 4 слот вставить атаку. Но, все-таки, все-таки, я бы советовал, естественно, крит-дамагу, какая бы у него там пассивка ни была, и вообще персонаж, то есть для атакующего персонажа лучше в 4 слот поставить крит-дамагу. Это даст вам больше ДПСа, damage per second, для кого это не ясно. И что скажу дальше, то есть ему разгоняется такая атака, к примеру, как вот, ну, допустим, если его пассивка работает, все, то есть у него больше половины ХП, там 1800, допустим, атаки, я не буду прибегать к точным цифрам, я не помню этого. И, к примеру, в плюс атаки ему догоняют, там, и две тысячи, там, и видел я и две с половиной, то есть в сумме, вы понимаете, эта дамага реально жесткая. И я видел, как этот персонаж в раскол бьет и на 60 тысяч, и на 70 тысяч, это очень сильный ДД в одну цель, напоминаю, то есть у него два скилла в одну цель, и плюс оба скилла, насколько я помню, они станут. Да, тем более второй скилл, вы понимаете, шанс у него намного больше, ну, приближен к 100%, но никто не отменял 15% резист, тому подобное, бла-бла-бла, вы это понимаете и в учет берете все-таки. Вот. И рейдж, даже для такого персонажа, я считаю, что, во-первых, топового рейджа я не думаю, что вы будете одевать на джен, так как, если у вас появится какой-то топовый рейдж, вы уже оденете его на более сильного монстра, так как все-таки этот представитель ДД, он очень зависит от своего показателя здоровья, следовательно, точнее, не от того, сколько у него будет ХП, а просто от того, будут его бить или не будут. То есть, если его сразу, грубо говоря, вынесли ему больше половины ХП, то есть дамаги он у вас нанесет, ну, в разы меньше, в разы меньше. Я не говорю, что он там будет вообще куском Г, шоколадного апельсина и все остальное, но все-таки дамага, вы заметите, в разы будет меньше. Ну, как в разы, вы понимаете, просто меньше. Поэтому старайтесь держать ему побольше ХП. Видел, кстати, я некоторых дженов, да, одевают в вампирик, но я скажу так, что нет, фатал ему даст все-таки больше. По поводу второго сета, ну, естественно, можно одеть либо блейд, то есть 12% шанса крита, если вы не можете сделать ему хотя бы там 50-60% крита, если у вас нет бафера, вы должны учитывать все это. Кстати, баф на крит шанс дает ровно плюс 30. К примеру, если у вашего джена 70% крита и вы бафнулись там, то есть у вас выходит 100% крита. Но я не советую это делать, так как второй скилл и так вам дает 30% бонус. Ну, и в принципе, да, перейдем к следующему персонажу, но скажу так, ДД он очень сильный. В одну цель это встречал я еще, так скажем, на своем низком этапе, когда этот джен, ой-ой-ой, как мне больно бил, даже того же раму шоттл. Ну, неплохо. Для начальной игры, опять же, скажу, то есть в лейте джена уже использует намного реже, так как все-таки, опять же, персонаж зависит от своей пассивки. И в лейте, естественно, есть более сильные ДД, об этом мы уже там как-то поговорим с вами позже. Так, где наш следующий, вот, водяной персонаж, а луэр, скажу так, вот пока не ввели такого персонажа, как пират воды, луэр использовался просто-таки, ну, нон-стоп всеми, у кого он вообще был. То есть этот персонаж очень крутой в плане контроля, помощи и, то есть начального даже, да, действительно, прямым словом можно сказать, буста. Кто-то может дать буст, добавив скорости всей вашей команде, а кто-то, наоборот, понизив атак бар чужой команде. То есть это тоже некий буст для вашей команды. То есть тут не важно, что вы повысите, в принципе, себе скорость, но если у вас есть, допустим, луэр, который понизит всем атак бар, и есть, к примеру, Меган, либо Бернард, который, наоборот, повысит вам атак спид, то есть в сумме это даст вам, ну, огромное привилегие, это 100%. Ну и перейдем к скиллам. Первый скилл, понятное дело, второй скилл наносит урон максимум до трех раз, связывая врага и увеличивает скорость атаки на два хода. А, уменьшает, прошу прощения, да, немножко в глазке, и уменьшает скорость атаки на два хода 60% шансов. То есть вешает дебаф на замедление. Вот, наносит урон максимум до трех раз. Честно, луэра у меня не было, но вот это вот максимум до трех раз, я так понимаю, там рандомчик, наверное, от одного до трех раз, но, насколько я видел, по-моему, ну, насколько я видел, хотя, в принципе, не суть, потому что вторым скиллом он очень много дамаги не наносит, и все-таки его одевают как в саппорт, а на то он и помощь по своей атрибутике. Вот, и что я, на чем я остановился? Да, вот, перейдем ко второму, опять же, скиллу. То есть дамаги он много не наносит, но как дебаф и, в принципе, опять же, дополнительный контроль неплохо. И сейчас расскажу по поводу контроля, перейдя к третьему скиллу. Вот, атакует всех врагов, понижая их индикатор атаки на 50%, ослабляет защиту врагов на два хода. То есть, в чем огромнейший плюс этого скилла? Естественно, он массовый. Второе, он кидает на всех раскол на защиту, а это очень круто, если вы используете какого-то там, ну, я не знаю, там, того же Акмам Ирон, допустим. Я не знаю, какого-то там, да любого, в принципе, ДД, того же Джен, кстати, того же Джен. Да, и под раскол он может выбрать себе любую цель, которую вам будет удобно и неплохо-таки жагнуть. И самое главное, что он понижает атак бар всех противников, но опять же, есть шанс, естественно, это не 100% шанс, то есть персонаж тоже зависит от своей точности. И перейдем к его лидерке, вот, вот его лидерка лично для него уже более-менее полезна, более-менее полезна, если у вас нет лидерки там на скорость, либо на хп. Хотя, если вы используете вот луера и у вас нет на скорость, то лучше, наверное, поставить все-таки точность. Я бы, я бы сделал ставку на точность, тем более не думаю, что у вашего луера там около 100 точности, но если и есть, то это хорошо. Вот, по поводу сетов и билда на него. Чаще всего на него одевают либо свифт, то есть это более бюджетный вариант, то есть скорость плюс 25%, для того, чтобы он был очень и очень быстрым. По сути дела, в вашей пати он должен быть одними из самых быстрых, а желательно там чуть бы не самым быстрым, для того, чтобы, во-первых, обогнать желательно чужую Хлою. Но это тяжело сделать, но, в принципе, начальная скорость, вы видите, у него не маленькая, 105, и это, таки, неплохой показатель. Конечно же, у Хлои 111, и ей стараются по максимуму скорость сделать, но все-таки можно и луера разогнать быстрее, чем Хлою сделать, это я видел, и довольно-таки часто. То есть ему одевают либо скорость и, допустим, плюс фокус, либо одевают ему Despair. Если вы оденете очень скоростной Despair, то, как я люблю выражаться, вы прошли половину игры. Да, и в чем суть Despair, то есть вы, во-первых, даете массовку, да, она, скорее всего, накинет раскол. Ну, если в идеале, то есть, разберем идеальный вариант, да, самый идеальный вариант. Вы походили первым луером, дали третий скилл, то есть вы всем опустили атак бар на 50%, опять же, в скобках, идеальный вариант. Всем опустили атак бар на 50%, на всех закинули раскол, так еще и всех застанили. Офигеть, да? Следовательно, походит вся ваша пати, а они потом выйдут со стана, но если никого там нет, Виолента, и он не прокнул, то есть вы опять походите. То есть его такая вот канителька может начаться. Для скоростной пати он просто бомбезный. И вот, ну, многие его раньше использовали чаще, чем пирата, хотя, опять же, многие ситуации есть, в которых луэр заедет лучше, чем пират. Вот, к примеру, если там есть просто пират, это замена некого вот бафера плюс вот дебафера, потому что он с огромной вероятностью закидывает раскол, плюс всех 100% бафает на атаку на два хода. То есть они в этом плане друг к другу конкурируют. Но, опять же, есть бой, в котором лучше луэр будет, и какая-то там альтернатива, в которой лучше заедет пират. То есть здесь уже судить вам. Но, как персонаж, честно, я бы даже сейчас не отказался бы от луэра, я думаю, неплохо он бы мне заехал бы. Ну, вот так вот, перейдем к следующему персонажу. Стихия ветер. Так, так, так. Где наш ветер, ветерок? Так, это мы уже далеко заехали, сейчас прогрузится. Да, кстати, народ, думаю, в скором времени я сделаю гайд-обзор на сравнение даже вот мобизена. Вот вы видите у меня значок MobiZen и Nox. В чем разница, скажу даже сейчас. MobiZen это управление вашим телефоном, планшетом. То есть вы, грубо говоря, у вас телефон включен, а вы им управляете. То есть, ну, понимали, понимаете. Что-то типа Teamweaver. Teamweaver, только для Android-устройств и тому подобное. Вот, а Nox это эмулятор. То есть вы скачиваете как программу, которая у вас как бы на компьютере запускает, неважно, планшет, телефон. Как вы его там назовете, так и будет. Вот, и вы уже с него заходите. То есть не нужно никаких там USB и всего остального. То есть вы не используете в этот момент свой телефон либо планшет. То есть у вас как будто на компьютере отдельный там телефон и планшет вы устанавливаете. Но я думаю, вы поняли. И я сделаю некое сравнение. То есть того и того, что лучше. Так как у меня недавно опять заработал MobiZen. Да, я думал сегодня через него снять видео. Но, иди знаю, вдруг выбьет еще что-то. То есть не настолько я его долго тестировал. Лучше я сниму через Nox. Итак, продолжим. Перешли мы к ветру. Юлиан. Да, наш Юлий Цезарь. Юлечка. Как его там? Только не кличут в народе. Такие перья у него. Блин, только у него заметил, что есть перья оказывается. Ладно. Первый скилл понятно. Второй скилл точно такой же, как и у огня. Ясно. Третий скилл. Атакует всех рогов три раза и оглушает на один ход на 10% с шансом. Господи, перевод, конечно. Иногда и я заговариваюсь и какую-то ахинею полнейшую несу. Ну, в общем, да. То есть 10% шанс, что вы кого-то застанете. Если в сумме так рассмотреть, то с каждого хода это не означает, что у вас 30% шанс. Кстати, да, никогда не путайте. И, насколько я помню, по-моему, у него этот шанс повышается. Не знаю. Напишите, опять же, в комментариях. Я не помню. У меня Юлиана никогда не было. Поэтому я его не юзал. Но на арене видел. И гайды... То есть не гайды, а просто на арене, какой он домах выдает, я тоже видел. Вот. В чем суть всего этого действия? Скажу так. Если вы будете с ним использовать на паре, опять же, его же напарника, того же Луэра, вот водяного представителя, либо пирата, это будет очень круто. Так как, смотрите, походил, к примеру, ваш Луэр, либо пират. То есть здесь уже, смотрите сами. Разберем Луэра, да. Походил, допустим, какой-то бафер типа Мэган, закинул на вас атаку, защиту, бла-бла-бла, ускорил ваши пати. И если потом ходит, к примеру, ваш Луэр, Юлиан третьим скиллом, то есть он наносит, во-первых, в раскол очень много дамаги, так еще и может застанить. То есть дамага с третьего скилла у него достаточно жесткая, тем более она массовая. Я скажу так, выдает он неплохо своим третьим скиллом. Немножко он, конечно же, слабее своего представителя огня по здоровью, но для здоровья, наверное, так и правильно сделали, что у него побольше хп для того, чтобы, ну, пожирнее его сделать, так скажем, и держать его пассивку на лучшей стадии, то есть больше 50%. Так, а лидерка у него здоровья, вот, его лидерка, ну, замена Веромоса, скажем так, на арене, то есть лидерка 33% здоровья. Опять же, здоровье рассчитывается только от белого числа, никогда не путайте. То есть многие задают мне вопросы, а сколько будет там, я не знаю, хп там у Арнольда, там у Ахмана и тому подобное. Всегда можете взять калькулятор, к примеру, здесь 10 тысяч, прибавьте к этому 33%. Многие скажут, о, так это же фигня, там 3000 хп и все, ну, для кого-то фигня, а кого-то когда-то это и спасет. То есть все лидерки дают не много, то есть они не имбовые какие-то и тому подобное. Хотя плюс 33% скорости, это классно. Да, моя Ванеска сейчас трепещит, ахаха. Вот. Опять же, перейдем к персонажу. По поводу урона, скажу так, многие его почему-то одевают в Деспайр, хотя у него с каждого скилла, по сути дела, и так стан. Ну, то есть, наверное, хотят добавить вот этот вот шанс, разбавить еще шансом 20% на Деспайр. Скажу так, если у вас очень-очень хороший Деспайр, ну, по вашим меркам, естественно, предела никогда нет, но нет какого-то там фатала, нет рейджа, то есть почему бы и нет, можно одеть и Деспайр. Почему бы и нет, серьезно, можно задуматься об этом. С каждого скилла дополнительный шанс стана, это будет неплохо. И если, мало того, что у скилла и таки свой родной шанс стана, так еще и 25%, он и, кстати, не плюсуется, а просто идет расчет сначала от скилла, потом от вашей руны, либо наоборот, не важно. То есть, это не означает, что Деспайр сет 25% плюс вот эти 10%, то есть у вас там типа 35% шанса. Нет. Идет расчет сначала от скилла, потом от руны, либо наоборот, опять же, не важно. Вот. И что еще по рунам? А, ну, и, естественно, ему желательно крита побольше догнать. То есть, опять же, второй сет на него заедет очень хорошо Блэйд. Либо фокус, если у вас там в каком-то из фокуса там много шанса крита и тому подобное. То есть фокус тоже на него неплохо закатит. Чаще будете станеть. Вот. Ну, скажу так, персонаж, по моей оценке, он используется даже часто в Лейте, у кого очень хорошие руны на нем одеты, так как это очень классный контроль. Персонаж также используется в башне, я знаю, что он использует его. Где его еще используют? Многие, да, даже его используют часто на гиганте, но, скажу так, в дальнейшем он уже там отмирает, уже он там не особо нужен. То есть тот же Люшен, естественно, в разы будет лучше, так как с ним быстрее зачищать пачки, проходя к боссу. Ну и перейдем к свету. Так, 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 где наш светлый? Светлого я на арене вообще, кстати, не встречаю. Сейчас помню, во-первых, какие у него скиллы. По-моему, третий скилл у него там что-то типа бессмертия. Ну, сейчас глянем. Да, темного я на арене часто встречаю, что в атаке, что в защите. Ну, в атаке он есть. Хотя и в защите он неплохо заедет. Ну, к нему перейдем чуть позже. Так, где он, где он, где он, потерялся. Где, 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 так. Мы либо ведро найдем быстрее. А, ведро у нас пятизвездочный. М-м-м, народ сейчас. Вот, нашли. Луи. Ничего себе, Луи, Луи. Прикольно. Такой весь белый костюмчик. Прикольно на нем смотрится. Ладно, перейдем к скиллам. Понятно, первый, второй скилл такой же, как и у Водяного. Перейдем к третьему скиллу. Жертвует половиной своего здоровья, но при этом ты и союзник обретает эффект непобедимости на два хода. Скажу так, это классный вариант. К примеру, да, я очень часто его забываю, когда говорю о том, что Катарине можно использовать кого в пати. Это, естественно, Хлоя. Это некая замена, такая маленькая замена. Это Нил, если у вас есть. Это королева, не, не королева, фея, кто там? По-моему, да, королева, фея, в общем, фея Света, неважно. И кто еще? Это, как его, как его, Гор Водяной. У него там ник, что-то, Квессенбельбух или что-то такое. Ладно, не буду материться в эфире. Вот, то есть три персонажа. И зачастую я забываю про этого Луи, но так как все-таки персонаж Света, и достать его, я считаю, что в разы тяжелее, наверное, чем даже Хлою. Вы понимаете, почему. И даже чем Гора. То есть, но, с другой стороны, если он у вас есть, то вы можете задуматься о том, что можно его использовать вместо той же Хлои, если у вас нет, либо вместо Луи для Катарины, если вы там решаетесь, крафтить ее, не крафтить. Вальгирия ветра. И, в принципе, он неплохо закатит. Во-первых, он, самое главное, и на себя кидает этот неуязвимость. Почему-то я всегда его хочу назвать иммунитетом. Неуязвимость. Единственное, да, что он тратит половину своего ХП. Неважно, сколько бы у него не было, принцип такой же, как и у Архангела Ветра. То есть, к примеру, у него там будет половина ХП уже, и он использует еще раз третий скилл. То есть, он еще там четверть потеряет ХП. То есть, не так, что вот он хоп два раза использовал, и там чуть бы не умер. Нет, такого не будет. И от скилла он, естественно, тоже умереть не может. Вот, что еще скажу по этому персонажу, и что ему можно одеть? Естественно, напрашивается такой сет, как Виолент, для того, чтобы чаще юзать свой третий скилл. Либо такой сет, как Вампирик. Но скажу так, у него массовок нет, поэтому Вампирик ему плохо заедет. Многие мне о нем раньше говорили, спрашивали, и спрашивали, что если на него одеть Вампирик. Но скажу так, наверное, у вас ничего не получится с этим сетом, так как Вампирик круто заезжает для каких-то очень сильных ДД, либо для массовщиков каких-то. А этот персонаж, он сопортящий. Следовательно, на него лучшим, наверное, вариантом будет одеть либо там, я не знаю, сет Свифт, то есть, если Вы его будете использовать для Катарины, то тогда да, ему нужно разогнать как можно больше скорости. А так, вот честно, из всех этих представителей, я не скажу, что он самый слабый, но он менее всех юзабелен, так как все-таки, сами Вы понимаете, на данный момент лучшим вариантом его будет использовать вместе с Катариной. Но если у Вас есть Хлоя, Нил, то, ну, скорее всего, Вы его либо закинете в долгий глубокий ящик, либо вообще скормите. Ну, я так считаю. Либо просто оставите для коллекции. Так как лучшую свою пользу, так же, как и, вот я считаю, гор воды, он свою лучшую пользу и максимально свою КПД внесет только с Катариной. Вот, потому что третий его скилл будет немного теряться с другими персонажами. Да, кого-то Вы там сможете защитить, плюс его же, так как, к примеру, да, Вы сливаете половину ХП, чтобы защитить кого-то из себя. Следовательно, враги, зачастую, увидев, что у кого-то из персонажей половина ХП, начнут резко бить его. А так как на нем неуязвимость, но если ему ее не снимут, естественно, его пробить не смогут. То есть он такой, таким может даже выступить немножко полутанком. Да, действительно, как вариант. Но, опять же, лучший свой плюс и бонус он покажет с Катариной. Поэтому вот как-то так. А, да, и вторая альтернатива на него одеть Виолент. И желательно, наверное, все-таки одеть его во второй сет резиста. Эндур, по-моему, она английском называется. Резист, то есть плюс 20% защиты от дебафа. Так, и перейдем к тьме. Где наш темный? Так, темный используется довольно-таки часто, я увижу, на арене, что в атаке, что в защите. Даже в защите, по-моему, наверное, его и чаще используют. Но перейдем и посмотрим, что он может. Первый скилл понятно, второй скилл мы уже рассматривали. Так, перейдем сразу к лидерке, потом к третьему. Вот силу атаки. Кстати, его часто используют даже из-за лидерки. И Гейом его зовут. Ну и Емичка. Гейом. Да, черный, афроамериканский представитель этого класса. Из-за лидерки, да, он почему используется, так как 33% то есть от белого показателя это достаточно-таки много. Но, опять же, я, вы знаете, тысячный раз повторяю, что все-таки на арене решает скорость. И лучше искать лидерку на скорость. Вот. Но не во всех случаях. И перейдем к третьему скиллу. Также пассивка, как и у огненного представителя, вот повышает свой шанс получить критический удар на 20. Да, опять же, вы видите перевод немножко. Я переведу на нормальном сленге. То есть, ваш шанс крита повышается на 20% того, что вы кританете, а по вам то есть на 50% меньше. То есть, вы понимаете, к примеру, у какого-то там персонажа, я не знаю, у Катарины, да, неважно, у какого там ДД, 100% шанс крита. И будут бить вашего Гийома, следовательно, в два раза реже, реже, что его будут там, ну, кританут. Как бы это, блин, я уже заговариваюсь немножко. То есть, шанс того, что по нему кританут, два раза меньше. Но, знаю я такие случаи, то есть, рандом вы знаете абсолютно везде. То есть, работает его пассивка не то, чтобы через раз. По вам могут три тычки пройти критовых, и вы задумаетесь, блин, а где же моя пассивка, да, там, что за дела? 50% защиты от крита. Особенно, если вы еще используете с ним в паре такого персонажа, как Акасис, который закидывает, к примеру, еще, то есть, понижение котера. Вот ты сволота, блин. Простите, да. Котик отвлекает немножко. Если вы используете такого персонажа, как Акасис, который дополнительно еще кидает баф на защиту от крита, то шанс еще больше понижается. И скажу так, что использовать его в паре с Акасис очень круто. И еще в пару кто к нему заедет, ну, я просто не помню всех персонажей, которые кидают защиту от шанса крита. Сразу вспоминается такой персонаж, как Русалка Тьмы. Ну, Русалка Тьмы это вообще имба. Кстати, Луна, привет, да. Еще раз поздравляю тебя с Русалкой Тьмы. Знаю и помню, что она у тебя давно, но все-таки поздравляю. Реально классно я хотел бы этого персонажа. Вот. И что по руна? Скажу так, очень хорошо персонажу, опять же, заедет. Бюджетный вариант это Фатал, либо Рейдж. Ну, и дополнительный сет это Блэйд, для того, чтобы поднять ему шанс крита приблизительно на 80% шанс, то есть, и плюс пассивка, вы понимаете, у него будет 100% шанса. Но я не советую этого делать, я советую шанс крита поднять приблизительно, это сколько сейчас мы посчитаем, до 50%, понимаете, ему можно сделать 50% шанса крита, и он вторым скиллом всегда будет критовать. Но, опять же, если не берем такие там дебафы, как Гланс, как там, я не знаю, еще какие-то там некоторые пассивки, типа, как у русалки Света, у нее там тоже какой-то там процент Гланса, если тому подобное. То есть, он будет критовать вторым скиллом с шансом 100%. И за счет своей лидерки, если вы будете использовать, он будет выдавать неплохой дамаг, скажу так. То есть, в рунах вы можете немножко сэкономить, то есть, не добрать ему шанс крита, а сделать ему больше критикал дамаги, либо просто процента атаки. И это будет для него неплохо. Да, персонаж, как я и говорил ранее, используется часто, что в защите, что в атаке. Поэтому терзайте, я считаю, очень неплохой представитель этого класса. Но, и скажу так, все-таки в заключении по поводу всех этих персонажей, я, если бы кого и хотел, да, я уже говорил, это естественно, это водяной, так как мне не помешал бы еще один такой саппорт с массовым расколом, который еще и атакбар понижает. Где-то бы я использовал пирата, где-то бы я использовал бы водяного фантома. В принципе, неплохо. И, если честно, хотел бы еще своими руками, так скажем, потестировать огненного персонажа, одеть бы его там в какие-то там чуть бы не мега топовые руны. Ну, у меня, наверное, таких и нету, понятное дело. Но все-таки, было бы классно. Хотел бы сам бы протестировать его там на каких-то монстрах, на арене и тому подобное. Поэтому, вот как-то так. Топов из них я выделять не буду. Вы слышали все мое рассуждение о каждом персонаже. И, в общем, такое дело. Ждите следующего выпуска. Он выйдет в субботу. И всем удачи. Качайте правильных монстров. Одевайте их также правильно. Задавайте мне вопрос. Пишите и задавайте свои вопросы на стене нашей группы. Кстати, она в описании под видео. И добавляйтесь. Друзья, всех добавляю. Всем удачи. Всем спасибо. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok